Друзья, сегодня рассматриваем зомби-режим, настоящий зомби-режим Skyrim Special Edition. Всем привет, меня зовут Сагер Иван, это мой канал Мистер Кэт. Платные моды, друзья. Ещё, друзья, я вам хотел рассказать по поводу своего прохождения на сложности выживания легенда Special Edition. Друзья, я хочу немножечко ещё подождать, пока Skyrim перейдёт из беты в стандартной версии. Вот недавно вчера, по-моему, Fallout 4 перешёл с беты в стандартную, уже последнюю версию. И я жду, я жду такой уже от Skyrim Special Edition, и плюс ещё жду кое-каких модов. Хочу сказать, что этот мод это последний, который есть на данный момент, так что зомби-режим давайте рассмотрим подробнее. Так, нам присылается письмо, анонимное письмо. Вот. Кто-нибудь, помогите. Группа некромантов экспериментирует с поднятием зомби при помощи древней и опасной магии, которая может иметь непредвиденные и необратимые последствия. Меня не сгнали из своего круга, поскольку их амбиции переросли в откровенное суммобродство, хотя я их об этом предупреждал. Прямо сейчас они проводят ритуал призыва большого количества этих отвратительных, не подающихся контроля существ в самой южной части Skyrim. Нужно остановить их пока не поздно. Понимаете, этот мод добавляет в определённые локации зомби. Они появляются только ночью, и они появляются в разных случайных частях. Ну что ж, давайте сейчас более подробно рассмотрим. И вот, друзья, мы видим этот алтарь. Видим этих зомби. И давайте вам покажу, где на карте. Вот. Вот наш Ривервуд, Хелген. И вот здесь. Они сделали этот ритуал. Ну что ж, пойдёмте поближе. Поближе всё рассмотрим. Ага. Уже, уже враги начали что-то. И вот такие вот ребятки с простым металлическим... Воу! Милаха с языком. Вот так вот, да? Да. Немножко разное. У меня сложности, так что, друзья, чисто, чтобы показать вам. Уже, это мой любимчик с языком. Всё открывает так. Бля! Мерзкий зомби! Во! Так, стоп. Это водобьём. Язык катай. Появляются они только ночью и в разных локациях. Ещё один маленький нюанс. У них очень ценный ингредиент. Это мёртвая плоть. Даже в моде было написано, что добыть ценный ингредиент мёртвая плоть. Скорее всего, с помощью неё мы сможем что-то делать уникальное или очень мощное. Ну, мне кажется, ядом можно будет. Ну, сейчас мы как раз-то и посмотрим, что из него можно сделать. Я попробую открыть все свойства и посмотрим в всех этих свойствах и на вот этот вот алтарь. Тут нужно что-то взять. Скорее всего, это те самые сумасшедшие, которые сделали этот обряд, но почему-то все погибли. Также для обряда тут видны какие-то, ага, переворожеи, глаз саблезуба, кулон. Также у нас здесь книга заклинаний вызов зомби есть. И ещё что-то в этого некроманта. Так, ладно. Давайте сейчас ингредиенты зайду и попробую найти ту самую плоть и разгадать её. Урон здоровью, урон магии, повреждение и регенерация магии и бешенство. То есть мы сможем сделать определённо это яды. Яды против магов, потому что урон магии и повреждение и регенерация магии очень крутое будет против магов. Также какой-то крутой яд и бешенство. Бешенство это когда начинают бегать туда-сюда и прятаться. Наверное, очень крутые и мощные яды можно будет сделать с помощью этой плоти. Вау, это реально плоть зомби. Так, что ж, тут у нас есть том книга заклинаний вызов зомби. Скорее всего это с модом, потому что её, по-моему, раньше не было. И некромаг. Ну, ребят, ещё хотел вам порекомендовать свою группу ВК. Она есть снизу, вот ссылочка. Заходите, подписывайтесь и предлагайте ваши новости и идеи. Что-то интересное, прикольное, смешное я публикую. Спасибо вам. Ну что ж, давайте посмотрим, что у него. У него дневник некроманта и книга заклинаний вызов мерзкого зомби. То есть там было зомби, а тут ещё мерзкого зомби. Ну что ж, сейчас опробуем. Также у нас дневник этого самого некроманта. Вот, дневник некроманта, друзья. Давайте его прочитаем. Третье высокосолнце, 4 эры 2001 года. Недавно мой ученик, собирая ингредиенты в затерянной пещере, обнаружил там древний том. Я не видел подобных книг уже очень давно. Похоже, в нём содержится некая магия колдовства. Но я не уверен. Мне потребуется некоторое время на его расшифровку. Оно может оказаться весьма полезным. 18. Высокого солнца. Я провёл последние несколько недель, неустанно трудясь над расшифровкой древнего тома. Как я и думал, это действительно заклинание колдовства. Однако призывает с его помощью существо крайне опасно. Это зомби. Причём необычно сильный и проявляющий особенную активность в ночное время. Вот почему именно эти алтари появляются ночью. Именно ночью. Теперь я не остановлюсь. Я хочу создать более мощный вариант этого заклинания. Молох-бал. Свидетель. Вскоре я буду повелевать ордой. Зомби. 15. Последнего зерна. Никогда не ожидал, что однажды в моих руках окажется такая сила. Всё, чему я учился, была подготовка к этому моменту. Вскоре мы с моими учениками проведём ритуал, подобных которому не было уже много веков. И призовём могущественную армию нежити, которая будет служить мне. Конечно, тебе будет служить. Сила этого заклинания охватывает весь Скайрим, вызываясь тьмы толпы мертвецов. Час настал. Но я не успел, они сделали этот ритуал и все погибли. Все, все, все. Докастовались, как говорится. Докастовались. И давайте попробуем теперь. Первое. Это у нас зомби. Вот такое вот новое зачарование. Милаха с языком. Раньше у нас тоже было поднять мертвеца, но мы должны были какого-то мертвеца найти и его поднять. Тут же мы просто берём и кастуем. Вот такое вот разнообразие в Скайрим. А это мерзкий зомби. По идее, он более мощный. Оу, задница, привет. Ой, блин. И по поводу моего мнения, друзья, о модах. Давайте сейчас на секундочку вы возьмёте и зайдёте в гугл и вобьёте, как создать мод. Как создать текстуру и к этому моду. И вы поймёте, что это не так-то просто. Я просто замечаю очень много комментариев и люди пишут, что моды должны быть бесплатные. Моды и так бесплатные, друзья. Тысячи, сотни тысяч бесплатных модов на Нексусе и другие порталы. Берите, качайтесь. Почему? Почему вас так тревожит эта мысль, что Бефисда выпустила 10 несчастных модов, за которые нужно платить? Ребят, с таким же успехом вы можете пойти сейчас на своих родителей и сказать Пап, мам, не надо больше работать. Всё, идите работайте бесплатно. Мне не нужно есть, мне не нужно пить, мне не нужны новые компьютеры, игрушки и тому подобное. Также ты можешь пойти и всё своему боссу сказать. Я не хочу работать за деньги, я хочу бесплатно. Понимаете? Я вам сейчас объясню. Потому что, чтобы сделать качественный мод, вы должны потратить не один день, не два дня, не неделю. Бывает, это затягивает целый месяц. Помимо того, что вы должны создать, нарисовать, потом это создать всё в 3D проекции, вы должны это всё ещё протестировать. А тест иногда очень много времени занимает. Бефисда же делает альфа-версия тест. Тест, бета-версия тест и потом только релиз, вы представляете? Да, это целая работа, понимаете? И, конечно, любой автор захочет, который потратил на это целый месяц, получить какие-то дивиденды. Какую-то... Я не утрирую, друзья, это всё должно оплачиваться, понимаете? И не бесплатно. И все ребята, которые, понимаете, есть ещё два вида людей. Первый вид людей, это который видит, что кто-то что-то делает и за ним повторяет, понимаете? А второй вид, это который имеет свою точку зрения. Так что будьте теми людьми, которые имеют свою точку зрения. Не ведитесь на вот эти вот провокации и комментарии, понимаете? За любой труд человек должен заплатить деньги. Даже если это ваш друг, вы всё равно обязаны ему заплатить, понимаете? Это чисто по-дружески. Вот я считаю, если кто-то тебе что-то помогает, друг. Ну, если этот друг, ты должен ему... Он не должен это бесплатно сделать. Вы должны как друг ему даже больше заплатить. Потому что это действительно так. Это мир. Мы должны сейчас как-то существовать и что-то делать. Понимаете? Я думаю, вы меня поняли. Так что не бомбите на платные моды. Это всё к лучшему. Всё, друзья. Это был канал Мистер Кэт. Меня зовут Сагир Иван. Ставьте пальцы вверх, комментируйте, друзья. И заходите в мою группу ВК. Подписывайтесь, подписывайтесь.